Годзилла что-то ругается Не знаю Может быть это не он звуки встает Сигнальный Бакен Да он звуки издает Походу Кто-то приманил Годзиллу чтобы испытать каких-то тварей Судя по всему Я сука Я считаю что это транквилизатор Кто баху я Я сила Писун стояла Вот так вот Ага Интернативная Я сегодня просто опять по стопу Начиналась У меня очко сгорело Я теперь проецирую Ясно Букса меня очень покоробило Что там Над ребенком в детстве Перестали издеваться С этими С тем Чтоб на любую болезнь Пихать его Пить мочу После того как просто Человек начал натурально впадать в истерику Нет 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 Такое ощущение что Годзилла еще не выросла до конца Что в начальной заставке она больше Это ж Годзилла в своей мамо бате Вот это? Не 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 Вот та Годзилла Ну и она по моему тоже Это которая Вот та вот ситуация Когда мимо моста идет и видно глаз Годзиллы Это аж из фильма Да Только это вот она Потому что показывают дальше что она идет Ну так что она это подросток еще растет Вот я же говорю мне просто кажется да Ну да Я все жду когда эта сраная срань летающая зацепит статую свободы Ну и расскажешь Годзилла Авторы идеи Джефф Клайн Ричард Трейнис Продюсер ну так же все пинает и крушит Ну еще на здоровья Это жопа Да Ричард Трейнис Ден Девлин Роланд Эмирич Картан 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 Он еще тот разглушитель какие-то механизмы управляют этим джойстиком не вмешивайтесь вы посягаете на частную собственность сам то кто такой да ты встречаешь старых друзей на частную собственность а то что вы посягаете на годзиллу который не является ничьей собственностью вашему нормально типа собственной персоной ты знаешь камера на уинтера вместе учились в колледже но это неважно да он всего лишь самый богатый ученые в мире не говоря о том что он еще и технический день похоже что генис не зашел до нас смертно успокойтесь мистер эрнандес я не причиню вам вреда мне просто нужен достойный объект для испытания моего нового изобретения это его нашел решил сделать из годзиллы подопытное животное о я не могу сделать этого не поговорив со всеми вами почему бы вам не прийти ко мне на фабрику я устроил экскурсию всегда любил договариваться делах с глазу на глаз у нас с тобой не может быть делка вертлявый он сначала начал он начал договариваться обернул потому что оба вы тут кипишуете зря и еще это хороший чувак и давайте поговорим пусть годзилла расхуярит его завод просто случайно наступит хвостиком махнет еще ни один человек не попадал на фабрику солстис технологис быть божим откладить приглашение такого чудово вы ебанутые не говоря о том что мы узнаем что вытворял ник на студенческих вечеринках не обольщайся все что предлагает камеран в интер это бесплатный сыр в мышеловке в таком случае вы не будете возражать если я пойду на индивидуальную экскурсию в итоге согласились ничего себе это старые корабли все последние модели сейчас в море ребята так вы дружили в колледже я бы так не сказал никель был слишком занят изучением дождевых червей чтобы общаться с нами никель его так прозвали потому что самым важным в его жизни было никелированное оборудование я никого не обидел нет-нет-нет нисколько женщина-пук женщина-чпок скорее потому что присоснута боюсь женщина-чпок могут немножко не так понять и подумать что эта женщина делает нечто другое я понял что имел ввиду человек-поук но полчаса как будто это женщина который пердит да я знаю это так было задумано она без пошлости если последовать логике что мы говорим челопук тогда начала пучка просто чела пучка чела пучка и и пучит лучиха челучиха она чихает да мы работаем на сложнейшем в мире оборудование в области биоинженерии и делаем большие успехи вскоре мы сможем перенести человечество на следующую ступень прогресса как только конгресс примет закон о клонировании армия камера на винтера вот чего не хватает миру сеть у него обмундирование зачем он в шлеме сектор не отчиста вам явно дело нечисто он сказал сфинктор гэчист сектор гэчист я знаю можно услышать и сфинктор а потому что это ты ты всегда услышишь сам вариант самого странного нет ну ты слушай как он говорит сектор гэчист ваше ваше на ижел прорыв своей области доктор краеван вы далеко пойдете если найдете хорошего спонсора так похоже кое-кто из ваших друзей все-таки решил к нам присоединиться да это это не просто охранных собаки это именно эксплуатация животных а нейростимуляторы с ними легче управлять щеночками щеночка ты в порядке если вы обещаете больше не разыгрывать из себя гения французской разведки то у меня и для вас найдется очень хорошая работа работа я предлагаю тебе и твоей команде работать на меня не поняла что я могу гарантировать вам сотрудничество с правительством современное оборудование и очень большие деньги я даже могу уладить проблемы с академическими задолженностями в колледже нет не понимаю о чем вы говорите с меня довольно мы знаем что генная инженерия это следующий шаг в техническом прогрессе и почему бы нам не сделать этот шаг сейчас прием я засекла гадзиллу прием прием а а а а кстати да точно она же этот выглядела так как будто бы она такой туда да вон оно и оставь отпусти манибулировать отпусти уходи иди что здесь творится идиотка ссоре без попутал нейросимуляторы делают моих питомцев ручными я думал на твоего это тоже подействует как ты смеешь он что твоя собственность прощай камерон это ну это ты его называл это дикий зверьник типа твой твой а никто не говорил что гадзиллу принадлежит ну как бы да у них это партнерские отношения а у этого у него такой типа ну раз ты не сказал что это не твое значит а мое ага как меня бесят такие люди это живое существо блин таких просто в мире до хрена и больше типа ой на столе лежала коробка печенья ты не сказал что она твоя и поэтому я оттуда все печенье съел осталось может там крошки и пара печенек а че в смысле а спросить нельзя было надо было предупреждать что это твое и что это тебе на обед потому что ты не смог взять обед из дома что-то такое вот бывают такие люди это как это ой она твоя про девушку ой это отвратительно вообще рано или поздно он выйдет из-под контроля этот скользкий тип хочет установить чип годзилле и при этом делает как барана от это от изгороди и увела за веревку все пошли 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 не выпинается пошли пошли нам писечку да да даже корова которую чуть-чуть погоняет по бокам хворостиной она идет домой она это делает не потому что она боится хворостиной а потому что она признает авторитет хозяйки которые гонят домой мне услугу не хотела говорить тебе но у интер в чем-то прав в конце концов возможно это самое губанное решение а давай-ка установим нейростимулятор в твоей голове тсс эй а что вы такие удивленные пикачу с вами постоянно шараимов как он мог учиться да у вас большие проблемы с посещаемостью но он занимался важными научными исследованиями но это не решает проблем бросьте я могу написать любой из ваших тестов во сне послушайте я знаю что вы считаете себя звездой науки но что это было а вообще какие скользины все автоматы за щетки блещется только не сейчас он снова в Одессе да господи вы задолбали они блин так они жидко какнули что обосрали всю эту лодку а чуть не сдохли и опять продолжают а это другие уже походу те которые еще не какнули не эту блонду я узнала да ну значит ебанько просто самоотверженная видимо зарплата слишком хорошая он пытается сопротивляться сэр тогда увеличьте мощность взгляд буквально убедите его вот будто взбесился специально бля углом в чем дело не знаю стой назад вернись в воду да конечно это даст им пищу для размышления вот хуйло ну есть предположение с чего это вдруг да это даст пищу для размышления стоит ли разломать к херам весь твой завод и твои финтифлюшки ну они в первую очередь сейчас будут думать как долбоебы я уверен ну гриша первый звоночек так один из вас должен принять верное решение я поговорил я поговорил с администрацией колледжа ты сможешь восстановиться и продолжить свое обучение они согласились закрыть глаза на все дисциплинарные нарушения эй ты думаешь я здесь из-за этого ладно а как то работая на компьютере я здорово напортачил об этом еще помнит похоже декан по науке рассердился именно поэтому они не хотели иметь с тобой дело тогда нику здорово намылили шеи за меня я хочу отблагодарить его вот и все в итоге сделаешь дерьмо эта штуковина будет стимулировать центр удовольствия в мозге годзиллы и он станет вести себя поспокойнее достаточно установить чип во внутреннем ухе думаешь у тебя получится установки почти достигнута просто бы отнес это говно друзьям ты болват что ты делаешь с дайджелом стоит мне только отвернуться и ты опять берешься за свое прекратите оба сейчас же перестаньте нейростимулятор установлен начинаю диагностику оборудования я доверял тебе я просто хотел помочь дружище ты снюхался с винтером у меня за спиной животное неуправляемо ник что мне делать ждать пока она съест тебя мы не обязаны активизировать прибор это всего лишь предосторожность это твой новый друг так говорит сколько он заплатил тебе за предательство а забудь об этом да действительно годзилла до этого вела себя все время адекватно всегда вас защищала ничего с ней не было столько времени вы уже тусите она вас спасает тут она внезапно появляется какой-то странный хуйлан который пытается проверять так вызывает доверие проверяет ее первым делом нападает на нее потом уже с вами разговаривает предлагает херню предлагает ее контролировать как своих собак и она вдруг вы отказываете и она вдруг начинает вести себя странно ни разу не подозрительно вообще не стоит задуматься да что что то тут блин не сходится Энди постой пусть идет установи связь с Найджелом надо вытащить эту штуку ты уверен? немедленно Ник это обыкновенная рация а не пульт дистанционного управления он его еще и наебал ну как и ожидалось как в принципе да и предполагалось какую игру ведет с нами Винтер убедя предчувствие чтобы скоро это выясним или это явно не нравится да он не просто контролирует его поведение он управляет им как большим щенком угадайте кто сидит на том конце ах перед двух глазами этот козел совершил говно как можно было ему довериться ой лишь бы Нику было типа хорошо лишь бы я восстановился в колледже или хер его короче такой бред если честно херня я уверен у Найджела ничего не получится да и Годзилла не спит а приближаюсь к финишной точке так-так Годзилла разве мама тебя не учила не подбирать все подряд как он вообще это узнал что Найджел там рядом думаю сейчас Найджел видимо этот типа радара он засек неопознанный объект такой продвинутый чип этот гребаный не главная наша проблема по сути Годзилла управляет как биороботом ну да думаю сейчас Найджел не главная наша проблема Добро пожаловать в порт Беркли ебать этот долбоеб натравил ее да плана кусок ты все должны узнать что это кроны да ладно потому что не осталось контракт да что ей бы подадобилось на военной базе может нечаянно забрел да нет да нет а боже ты дод объявил войну всей армии соединенных штатов метна так так ааа invest ourcing а одолика тепла и так далее похоже бы тут засиделись я тоже так думаю типа я натравлю на вас гадзиллу чё что люди могут погибнуть давай же потому что человек с хотя бы с минимальной долей эмпатии в принципе такую бы фигню с чипом бы не проворачивал как бы до контролировать чей-то мозг это отвратительно даже если там мозг собаки сделай громче и нанес ущерб военной технике размером в миллионы долларов и продолжает угрожать жизнью более 500 солдат ну что сделал как лучше ну пробираются а а а а а Ага. Мне это нравится. Мне кажется, мы делаем успехи. А если у нас будет несколько годов, это не только оружие массового уничтожения, но и моя собственная курочка, несущая золотые яички. Если бы у меня был напарник, который помог бы мне с ними работать, кто знал бы, как они думают, как управлять ими, то это был бы проект моей жизни. В одно ты прав. Тебе нужно на помощь. А, неужели? Чего ты добиваешься? Нападай на своих потенциальных клиентов. Я? Годзилла напал на них. А я получу контракт на восполнение всего арсенала поврежденного оружия. Вот так. Сэр, мухи-роботы вышли из-под контроля. Что? Подумать только. Эта штука действует на всю скотину. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Нейростимулятор по-прежнему воздействует на его поведение. Он не может защищаться. Что они с ним сделают? Возможно, просто прекратят его страдать. Привет, Ками. Не пора ли усовершенствовать систему охраны? Мой совет. Я думал, мы нашли общий язык. Ты обвел меня вокруг пальцев. Но я не закрываю глаза на проблемы и не бросаю друзей в беде. Красивые слова. Но Годзилла, они не спасут от атаки с воздуха. Ну, как бы да. Пить Порфона. Дайджил�. Ты жив? Даже жив? Нет. Нет, да. Уже нет. Мы в долгу перед тобой Все началось из-за меня Ты ничего не должен А доверие? Так, незаконное проникновение, нападение, промышленный шпионаж Мы во всем разберемся Я свяжусь с майором Хиггсом Ему будет интересно пообщаться с тобой Мой адвокат сотрет вас в порошок Тем более вы только что уничтожили все улики О, нет-нет-нет Не все улики, Ками Мы еще встретимся, Никель Обещаю тебе Итак, положите перед собой экзаменационные листы Мистер Эрнандес, что привело вас сюда? Если вы не возражаете, мне многое предстоит нагнать Ясно Решил пойти учиться все-таки Художник Фил Барлоу Композитор Джим Латом Автор сценария Марти Айзенберг Роберт Скилл Режиссер Сэм Лью Фильм дублирован по заказу СТС Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин